Отвечая на вопросы касательно смертной казни, Вы как-то неоднократно высказали. В связи с этим у меня вопрос. На мой взгляд очевидно, что смертная казнь притворечит христианской дактринией, так как ее исполнение и душа, что у них обретает. Вечные муки не имеют возможности покаяния. Это уже не любовь, а какое-то преднамеренное издевательство нас душой вечно. Так как после смерти душа уже не имеет возможности покаяния. И у меня вопрос, почему Вы не однозначно сказались? Я вот чуть не согласился с тобой. Но вспомню, преподобный Сергий послал двух монахов на Галиковскую битву. И первый, кто вступил в бой и убил, это был монах. Ничего себе! Как же это такое? Называется преподобный. И Дмитрий Донского благословил. И сколько-то поубивали там эти наши православные христиане, этих людей. Вот это да! Какой же это, Бог, любовь! Не правда ли? Когда наш святой князь Владимир принял крещение, он горел этим. И, ну, зная, что Бог есть любовь, он приказал открыть все тюрьмы и выпустили бандитов. И началось! Князь! 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 Ты что делаешь? Ты с ума сошел? Ты пособник зла! Ты возубил его, а не возлюбил тех людей, над которыми теперь они творят опять зло! Так ты что делаешь? Ты любишь? Или ты зло творишь? В наших святцах, я говорю православных, не только русских, ой, сколько, сколько там святых, святых, которые были и вождями, и воинами, и которые убивали, и так далее. Мы забыли простую вещь, что что такое любовь? Я вам скажу, что такое любовь. Вот аппендицит, да? Что надо сделать? Не вздумать операцию делать, мучить человека. Дайте ему болеутоляющую таблеточку. Опять больно стало. Еще дайте таблеточку. Опять больно. Еще дайте. Ах! Со святыми упокой. Искушение-то какое! А я-то думал любовь проявить. А он взял и помер. Так и здесь тоже, в социальной жизни. Если бы вы прочитали бы о некоторых зверствах, которые творили люди, некоторые, поскольку человек убивали, причем не как-нибудь, а с какими жестокостями, пытками и страданиями, вы бы тут же бы сказали, да-да, все, хватит, хватит. Вот тебе несколько дней, время, срок, как это было, кстати, в России, давали определенное время. Приходил я же священник. Если хочешь, можешь покаяться, не хочешь – это твое дело. Но ты уже изжил себя из общества человеческого. Единственное, что может человека напугать – это действительно смертная казнь. Наконец-то он поймет – вот он, конец жизни. Итак, что же все стоит? Достоевский очень хорошо это написал, об этом написал. Он же сам был приговорен к смертной казни. Он как описывает это все – да, вот здесь только перед лицом уже не минуемой смерти человек задумывается. А здесь, когда мы говорим, так, бессрочный там или срок, ничего, я еще поживу, еще, может быть, и сбегу, может, и может, и может, а вот здесь, когда уже все, вот такого числа – все уже. Вот тут – да, многие обращались. Я вам просто привожу аргументацию. Я нисколько не настаиваю. Но скажу вам так, что если вы провели референдум, то я думаю, что все-таки подавляющее большинство людей согласились бы, скорее, наверное, с тем, что нужна смертная казнь. Поэтому не проводят. А вот Европа пошла по этому пути. И пожинают свои годы. Владимир Владимирович Паралов, профессор по научной работе. И сколько?